МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии с выпуском новостей, Мир Кедрасов. Здравствуйте. К Кубертавскому детскому дому 60. Юбилей, как и положено, праздновали всей дружной семьёй. Вместе с детьми, сотрудниками, ветеранами и шефами. Вспоминали историю создания учреждения, подводили итоги работы и по традиции побывали на театрализованном представлении с участием воспитанников и педагогов. На мероприятии присутствовала и наша съёмочная группа. В торжественном мероприятии в честь юбилея детского дома приняли участие представители администрации города, Министерство образования республики и шефы. В этот день вспомнили историю и подвели итоги деятельности за последние годы. Детский дом для детей-сирот в селе Маячный был открыт в 1956 году. Не раз учреждение становилось экспериментальной площадкой по применению инновационных образовательных технологий. Программы по кориции речи, психологическому развитию, организации реабилитационных групп отмечены на высоком уровне. Поздравление глава администрации Борис Беляев выразил благодарность директору учреждения Светлане Ерофеевой и всем педагогам за их труд и заботу о детях, оставшихся без попечения родителей. Каждый ребёнок имеет право на счастье, на счастливую жизнь. И вот вы своим коллективом создаёте для наших детей такие прекрасные условия для того, чтобы они развивались. За многолетний труд многие были отмечены почётными грамотами и благодарственными письмами администрации. По словам начальника отдела Министерства образования Республики Татьяны Хурсан, Кумиртауский детский дом – один из лучших учреждений подобного типа. Здесь с детьми работают настоящие профессионалы. Татьяна Геннадьевна также объявила о присвоении почётного звания заслуженные работники образования Республики Башкортостан, директоры детского дома Светлане Ерофеевой. В свою очередь Светлана Николаевна вручила благодарственные письма сотрудникам и отметила заслуги и вклад в работу каждого. Поздравить коллег и детей пришли ветераны труда. Проработав многие годы здесь, они увидели все изменения. Мне очень приятно, что меня пригласили на этот юбилей. Я очень скучаю, конечно. Я проработала в детском доме 25 лет воспитателем. Очень скучаю по детям и по коллективу. Но время идёт вперёд. Жизнь продолжается. Так и должно быть. Я вижу тут хорошие изменения. На участках появились скамейки, качели. В коридоре закончили ремонт. Появились новые картины. И в спальне обстановка другая стала. Мне очень приятно это замечать. Со стороны это виднеет сразу. В детском доме я проработала 39,5 лет. 19 лет работала воспитателем. И остальное время работала логопедом. Работу я свою любила. Ну, как сказать, и люблю. Сейчас занимаюсь с внуками. Коллективу большое, конечно, спасибо. И директору детского дома. Директор детского дома. Я не знаю, как это выразить, но он так заботится о детях, о сотрудниках детского дома. Пожелаю детям, конечно, здоровья, удачи во всём. А коллективу тоже самое. Крепкого здоровья, счастья, удачи. За 60 лет из детского дома выпустились более полутора тысяч детей. Спустя годы выпускники возвращаются. Для того, чтобы сказать спасибо педагогам, что в нужное время стали семьёй. У Анастасии Молчановой, пожалуй, одна из самых счастливых историй. Она обрела маму. С тех пор прошло почти 11 лет. И сегодня на праздник они пришли вместе. Кстати, Анастасия в этом году окончила школу. Поступила в педагогический колледж. И мечтает в будущем работать с детьми. Юбилей, конечно, бы хотелось пожелать педагогам, воспитателям. Это терпение, так как они себя полностью посвящают детям. Конечно, здоровье самое главное. Детям же, конечно, найти родителей, чтобы были счастливы. Мяу! Мяу! После торжественной части традиционные праздничные программы для гостей. К этому празднику дети готовились долго. Для друзей, как здесь называют шефов, юные актёры инсценировали сказку «Зайчиха-портниха». Детская искренность и непосредственность не оставили равнодушных. Выступления доставили массу приятных эмоций зрителям. Дети и сами с удовольствием играли роли. Педагоги считают, что такая работа помогает детям знакомиться с окружающим миром. Малыши учатся быть смелыми, не боятся трудностей. И главное, понимают, добро всегда возвращается добром. Поэтому подобные театрализованные представления готовятся к каждому празднику. Тематика разная. Причём детей учат не только сценическому мастерству, но и учат быть хорошими зрителями. Праздничная программа завершилась концертным номером. Дети исполнили танец. Мы очень благодарны коллективу детского дома за их высокий профессионализм, который сегодня оценён на уровне республики. За то, что в год они более 20 детей ежегодно устраивают в семье. Возвратов, как мы услышали сегодня, нет. И эти дети находят своё счастье в семье. Следующим этапом стало общение в домах. Так дети называют свои группы. Подарки, сладкие призы от шефов стали приятным сюрпризом для воспитанников. Своих добрых друзей здесь ждут и встречают с улыбками и объятиями. Рассказывают о своих успехах, готовят стихи. Скоро-скоро Новый год. Он торопится, идёт, постучится дверью к нам. Дети, здравствуйте, я к вам. Праздник мы встречаем, ёлку наряжаем, вешаем игрушки, шарики, хлопушки. Скоро Дед Мороз придёт, нам подарки принесёт. Яблоки, конфеты, Дед Мороз, ну где ты? Рады встречи и сами спонсоры. В числе постоянных гостей – представители Кумертаусского авиационного завода. Для оказания такой помощи на предприятии создан специальный фонд. Шефы узнают о пожеланиях ребятишек, поздравляя детей в праздники и дни рождения. Дети, как обычные дети, ничего особенного не возникает. Да, обидно, что у них нет родителей. Но, тем не менее, я считаю, что по настроению детей, считаю, что здесь к ним относятся очень хорошо. Очень, так скажем, они потому что радуются. Такая тёплая встреча состоялась в день празднования юбилея детского дома. Отметили его, как и полагается, в кругу большой семьи. Тем временем в городской центральной библиотеке накануне состоялась встреча представителей избирательной комиссии и молодёжи с депутатами городского совета. За круглым столом обсуждали результаты прошедших выборов и дальнейшие перспективы развития выборного законодательства. Напомним, что выборные кампании различного уровня состоялись 18 сентября. Для подведения итогов голосования на территории нашего округа была организована встреча с избирательной комиссией и молодёжью. Заинтересовать молодое поколение в участии в выборах, проявлять свою гражданскую позицию стало основными целями мероприятия. Привлечение внимания молодых людей города Кумертау к актуальным вопросам выборного законодательства, это во-первых, а во-вторых, это повышение вообще правовой культуры молодого поколения, проживающих на территории города Кумертау, а также посвящение наших молодых людей именно в эти вопросы избирательного права. Совсем недавно был организован молодёжный избирательный комитет. Его руководитель Анастасия Деревянных принимала участие в прошедших выборах в качестве наблюдателя. С самых первых дней создания организации её участники активно работают не только со школьниками и студентами, но и со всем населением. Мы провели опрос по весне, узнали вообще о политической грамотности населения. Также мы провели круглый стол. Там были школьники, студенты СУЗов и ВУЗов. И вот там вот именно мы уже обсуждали выборы и вообще как относится к ним молодёжь. На самом деле было так интересно, потому что сколько людей, столько мнений, различные позиции. Кто-то относится хорошо, кто-то наоборот плохо. И я думаю, что это даже им интересно, даже просто собираться и обсуждать это. На встрече участники круглого стола посмотрели обучающий видеоролик с участием председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Панфиловой. Из сюжета присутствующие смогли больше узнать о своих обязанностях до выборов и непосредственно в самом их процессе. Далее в формате дискуссии присутствующие проанализировали прошедшие выборы на нашей территории. Обсудили возможные нарушения на примерах жалоб, поступивших представителям избирательной комиссии по всей республике и России. Приглашённый депутат Артём Дьяченко рассказал, как проходят встречи с избирателями, предвыборные дебаты и многое другое. Участники молодёжной организации поделились своими планами будущей работы. Сейчас в комиссии 12 человек. По словам председателя молодёжного объединения, в будущем планируется увеличить количество его участников для более продуктивной деятельности, пропаганды политической грамотности. Библиотечная система внесла свой вклад в будущую предвыборную кампанию. Сотрудниками библиотеки создан клуб молодого избирателя «Про-выборы» и организован специальный книжный уголок со всевозможной тематической литературой для читателей. В первой гимназии состоялся завершающий этап конкурса учительского мастерства «Педагогический звездопад». Свои визитные карточки представили 17 участников. Конкурсанты подготовили яркие и необычные творческие выступления, продемонстрировав профессиональное мастерство и креативность. Традиционный конкурс учительского мастерства, названный в этом году «Педагогический звездопад», подошёл к завершению. На втором этапе, так же, как и на первом, участники показали свой профессионализм и умение работать с детьми. Учитель начальных классов Светлана Гуленко на первом этапе конкурса провела мастер-класс по использованию различных приёмов мнемотехник на уроках в начальных классах. В презентации она продемонстрировала свою работу на примере техники рисования песком на стекле. Наверное, наступил тот период, когда я могу показать себя, поделиться своим опытом, своими достижениями, потому что у меня уже три поколения детей, которые были выпущены мною. И сейчас наступил такой момент, когда я, ну, наверное, по своему призванию участвую в этом конкурсе. Участие в конкурсе приняли 17 педагогов городских школ. В своих визитных карточках они старались показать зрителям и судейской коллегии весь свой профессиональный и творческий потенциал. Поддержать конкурсантов пришли не только их коллеги, но также родные, близкие и преданные ученики. Они помогли участникам подготовить свои визитки, а также в качестве группы поддержки выступили с ними на сцене. Сейчас Зелия Шимуратовна очень профессионально выступила. Мы видели все ее старания, переживания, волнения и уверены, что она победит в этом конкурсе. Она добрая, хорошая, красивая. Она учит учеников по-английскому. Мы пришли поддержать нашего учителя английского языка, Зелия Шимуратовна. Мы хотим ей пожелать удачи, терпения, здоровья. Она у нас самая лучшая, и мы знаем, что она у нас выиграет. Хочется напомнить, что конкурс педагогического мастерства давно стал хорошей традицией. В прошлом году ему исполнилось 25 лет. Главная цель мероприятия – выявить наиболее талантливых педагогов. Главным критерием оценки, разумеется, был урок. Жюри отметила высокий уровень мастерства участников. Это огромный труд. Это то, когда острее всего ощущается поддержка коллег, поддержка учеников. Я думаю, что этот конкурс показал, насколько сильны наши учебные заведения еще как команда. С самого начала конкурса было открыто интернет-голосование. О его результатах можно узнать на сайте Управления образования. В завершении второго этапа судейской коллегии будет определен победитель. Церемония награждения состоится 19 декабря. Лучший из учителей представит наш город на республиканском конкурсе. Вы учитель! Просто класс! Итоги уходящей недели подведем в воскресенье в 22 часа на телеканале АРИС в программе «Итоги недели». А сейчас же я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.